Республика Бурятия Нам предстоит стать свидетелями исторического события Торжественная церемония и вступление в должность Главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Циренова Торжественная церемония Принесения присяги И вступление в должность Главы Республики Бурятия Объявляется открытой Для принесения присяги Приглашается Алексей Самбуевич Циренов Субтитры создавал DimaTorzok Присяга приносится на тексте Конституции Республики Бурятия На государственных языках Республики Бурятия Вступая в должность Главы Республики Бурятия Клянусь верно служить народу Добросовестно выполнять возложенные на меня Высокие обязанности Главы Республики Бурятия Защищать интересы Республики Бурятия Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина Соблюдать Конституцию Российской Федерации И Конституцию Республики Бурятия Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые депутаты Главы Республики Бурятия Уважаемые гости и приглашённые Присяга произнесена на государственной В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Бурятия, конституционная процедура принесения присяги и вступления в должность главы Республики Бурятия Алексея Самбоевича Денова состоялась. Республика Бурятия Алексея Самбоевича 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 Республика Бурятия Республика Бурятия Алексея Самбоевича я видел и чувствовал, что в душах людей есть надежда на перемены. Слышал очень важные для меня слова. Мы вам верим. Мы на вас надеемся. В своей работе буду руководствоваться исключительно интересами наших жителей. Намерен действовать активно, с нацеленностью на результат. В любом деле возможны ошибки, но обещаю, буду работать открыто и честно. Буду делать все, что в моих силах. Моя главная обязанность и цель на этом посту делать жизнь жителей Бурятии лучше во всех отношениях, сделать нашу республику благополучной и процветающей. Сегодня это для меня не только поручение президента России Владимира Владимировича Путина, но и глубоко осмысленное, искреннее, личное желание. Исполнение этого долга буду требовать и от своей команды. Конечно же, важные и сложные преобразования невозможны без общественного согласия. Поэтому я надеюсь найти в этом деле поддержку всех жителей Бурятии, все, кому дорога наша Родина. Бурятия – удивительный край, с уникальным культурным богатством и природными сокровищами. Но главное наше достояние – это люди, абсолютное большинство которых сильны духом, мужественны, благородны и мудры. Дорогие земляки, я обращаюсь к вам сегодня с искренним уважением, и вместе мы можем многое. Вы уже берете в свои руки решение важных проблем. Сплотившись воедино, мы сможем сделать гораздо больше. Важная задача для меня является сохранение народных традиций и обычаев, идущих из глубины веков. Бурятия гармонично объединяет культуры разных народов. У нас богатая история. В этом наша сила. Кроме того, у всех нас, жителей республики, есть общая, благородная и ответственная миссия – защита великого и неповторимого Байкала. Понимаю, что для стяжения заметных результатов необходимо совершенствовать систему госуправления, искоренять коррупцию, равнодушие и формализм. Должна быть персональная ответственность каждого должностного лица за исполнение своих служебных обязанностей. Также призываю к активному и ответственному подходу к формированию нашего настоящего и будущего всех жителей Бурятии. Пассивность и иждивенчество – это не наш выбор. Активизирую работу социальных лифтов, которые обеспечат продвижение наверх новых успешных людей, а опыт и мудрость старшего поколения будут приумножены. Безусловным приоритетом для меня является решение вопросов образования, здравоохранения, культуры и других социальных вопросов, решение которых тесно связано с развитием экономики. Для экономического подъема республики есть все. Выгодное географическое положение, богатые традиции во всех отраслях и видах деятельности, промышленность, сельское хозяйство, туризм. Есть новые научные идеи, щедрая природа. И как конечная цель – это повышение благосостояния и качество жизни каждого конкретного жителя Бурятии. С опорой на поддержку всех жителей Бурятии, тех, кто голосовал за меня и тех, кто видел иной путь развития, направлю свои знания, профессиональный опыт и силы на достижение намеченных целей. Спасибо вам за ваш выбор. Пути открыты. Пришло время перемен. На сцену для поздравления приглашается полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Миниэлла. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Алексей Самбович, я горжусь тем, что сегодня, как представитель президента в Сибирском федеральном округе, нахожусь здесь и имею возможность поздравить главу Республики Бурятия Алексея Самбовича вступлением в должность. Доверие, которое оказано вам, президентом Российской Федерации, избирателями свидетельствует о ваших высоких деловых и профессиональных качествах, знаниях и опыте государственного управления. Результаты прошедших выборов показали, что жители региона поддерживают выбранный вам курс. Именно с вами связывают свои надежды на позитивное преобразование в экономической и социальной сферах, на лучшую жизнь в будущем. За время пребывания в должности временно исполняющего обязанности вы продемонстрировали стремление наладить взаимодействие всех ветвей власти, представителей деловых кругов, умение и желание вести диалог с обществом. Жители Бурятии оценили вашу энергию и целеустремленность. Предложенные вами программы и проекты направлены на эффективную реализацию богатого потенциала этой земли. Сегодня у Республики Бурятии есть все необходимое, чтобы стать сильным, стабильным и привлекательным для жизни регионом. Уверен, взвешенная и последовательная политика в области освоения богатейших природных ресурсов, использования территориальных и транспортно-логических преимуществ, близость активно развивающихся стран Азиатско-Тихоанского региона внесет существенные позитивные изменения в деловую атмосферу и экономику Республики, повысит уровень жизни населения. Особо хотел бы обратиться к депутатам Народного хурала, к представителям всех партий и лидерам, и членам других гражданских институтов. Только совместными усилиями мы с вами сможем выполнить те задачи, которые поставлены перед главой Республики или перед Республикой Президентом Российской Федерации. Только консолидируя все силы, мы сможем добиться результата, и Республика Бурятия займет достойное место среди других субъектов Российской Федерации. Но самое главное, только такой работой мы сможем улучшить качество жизни жителей Республики. Вам предстоит большая ответственная работа, притворение в жизнь всего задуманного, поиск новых точек роста. От души желаю упорства и настойчивости, мудрости и твердости в принятии решений. Пусть ваши дела будут неоспоримым подтверждением правильности выбора жителей Республики Бурятия. Удачи и всего самого доброго! На сцену для поздравления приглашается Президент Республики Бурятия С 2007 по 2012 годы Глава Республики Бурятия С 2012 по 2017 годы Вячеслав Владимирович Наговицын Уважаемый Алексей Самбович, дорогие друзья! Во-первых, хотел бы поздравить всех жителей нашей Республики с замечательным результатом на выборах. Этот результат дает возможность сегодня решать любые вопросы, начинать любые преобразования в любой сфере экономики или бюджетной сфере. Безусловно, за предыдущие годы были созданы системы образования, системы здравоохранения, но у нас нет ничего стабильного и не меняющегося. Меняется время, меняются люди и, безусловно, нужно подстраивать любую систему под действующую действительность. Сегодня, не секрет, Алексей Самбович проехал всю Республику и почувствовал, что есть запрос на внесение коррективы в те действующие нормативные акты. Безусловно, все эти системы должны быть ориентированы в первую очередь на нужды нашего населения. Сегодня население нуждается в том, чтобы его включили в процесс управления. Население хочет чувствовать, что оно решает вопросы, касающиеся его жизни, его быта. И, безусловно, не учитывать сегодня этого нельзя. Я хотел бы пожелать Алексею Самбовичу, чтобы он консолидировал вокруг себя все общественные организации, все общественные движения и, конечно же, наши средства массовой информации. У нас прекрасные люди, прекрасные средства массовой информации. Я в своей практике вспоминаю, что хорошо выстроенные отношения дают очень большой результат в части коммуникации и получения той информации, которая, что называется, рождается в истоках. Именно средства массовой информации, критикуя вас, дают вам бесплатные советы обратить внимание на те или иные процессы, происходящие в нашем обществе. Если умело управлять этим процессом, то можно добиться такого результата, что проблемы не будут никогда накапливаться, они будут своевременно сниматься и решаться. Я хочу пожелать вам, Алексей Самбович, терпения и выдержки. Мы с вами прекрасно понимаем, что люди у нас разные абсолютно. И решая те или иные вопросы, встречаясь с различными точками зрения, приходится принимать различные решения. Иногда приходится принимать решения между плохим и очень плохим. И тем не менее уйти от вопроса невозможно, и всегда приходится принимать конкретные решения. Люди, иногда пройдя все этапы встреч во всех министерствах, все равно записываются на прием к главе, для того, чтобы услышать окончательный вердикт, с окончательную точку зрения. И здесь, конечно же, очень важна честность. Честность по отношению к людям. Нельзя обещать то, чего сделать невозможно. Лучше честно человеку объяснить, что по закону решить этот вопрос нельзя. Но подсказать, как надо двигаться дальше, и тогда человек уйдет довольный и будет понимать о том, что он разговаривал с очень серьезным, умным человеком. Я, конечно же, хочу пожелать вам хорошей команды, команды профессиональной, и чтобы в этой команде были ваши единомышленники. Нет времени на раскачку сегодня и учить свою команду, как выполнять те или иные функции, как добиваться тех или иных целей, которые вы поставили сами перед собой. Это должны быть люди, которые разделяют ваши идеи и готовы с первого дня начать их реализовывать. Эта команда должна, за которой не надо было бы следить, которую не надо контролировать. Это люди, которые должны двигаться к назначенной вами цели и добиваться их. Тогда у вас будет единая, цельная команда, способная на большие результаты. Конечно, я хочу пожелать вам, чтобы здесь, в Бурятии, вы обрели своих друзей. Невозможно работать и жить, не имея друзей. Друзья всегда подставят вам плечо, и друзья всегда вам подскажут на ваши ошибки, подскажут, как решать эти проблемы. Ну и самое главное, друзья, которые вы здесь приобретете, они очень хорошо адаптированы в наш быт, и они всегда подскажут, как правильно и куда правильно нужно двигаться. Алексей Самович, от всей души хочу пожелать вам здоровья, удачи в достижении поставленных вами целей. Ну а всех жителей поздравляю снова лидером Республики Бурятия. Алексей Самовичев. На сцену для поздравления приглашается председателя Народного Курала Республики Бурятия Церендарши Эрденеевич Доржиев. Республики Бурятия Церендарши Эрденеевич Доржиев. Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная! Цветащая от крови и от края, Пусть счастлива родная сторона! Субтитры создавал DimaTorzok